друзья рад вас приветствовать спасибо что заглянули сегодня в обзоре очередной автомобиль из поднебесной bike u5 plus и он интересен по нескольким сразу пунктам во-первых до 2 миллионов во вторых седан седан с гарантии на рынке это сейчас можно сказать редкость и в-третьих история бренда байк который насчитывает более 60 лет сегодня поближе познакомимся с этой моделью расскажем об основных ее преимуществах также протестируем поэтому я думаю будет интересно желаю вам приятного просмотра байк или на китайский манер бойцы не только одна из крупнейших компаний китайского автопрома но и одна из старейших еще в 1953 году в пекине была запущена первая фабрика автомобильных комплектующих со временем она изменялась меняла профиль деятельности и в 1960 уже освоила выпуск первого легкового автомобиля по сути слегка перелицованы 21 волги так что у этого автомобиля если исторические параллели проводить есть некие соприкосновения даже с российской автомобильной истории бренд крупный бренд стабильный с историей который реализует если я не ошибаюсь около полутора миллионов автомобилей в год 2020 вся линейка автомобилей баек прошла ребрендинг и седан синова d50 стал называться бейджин ю5 а после рестайлинга 2021 года бейджин ю5 плюс ну а весной первые товарные ю5 плюс появились на конвейере завода автотор и были официально представлены российской публике автомобиль собирается на калининградском автоторе там же где к и е5 соответственно это прямые можно сказать конкуренты между собой чисто внешне это довольно крупный автомобиль с колесной базой 2670 миллиметров относящийся к сегменту c плюс если говорить о ниши который будет занимать этот автомобиль это c-класс и к оппонентам можно так сказать во первых мы вышеупомянутый к и е5 уже относим также это hyundai lantra kia cerato ну и наверное skoda octavia если измерять классом традиционно раскосые блоки передней светотехники прячут под колпаками галогенные в базовой комплектации luxury и светодиодные в топовой комплектации она рлинзованные фары головного света а вот задняя света технику всех комплектующих полностью светодиодная по поводу багажника объем 430 литров с небольшим но в целом в принципе стандартный объем для седана c-класса получается габаритный автомобиль достаточно длинный и это сказывается положительно также на объеме на пространстве в салоне если говорить про задний диван принципе здесь я думаю три человека легко могут разместиться автомобиль оснащен бесключевым доступом соответственно тоже приятно есть две комплектации комплектация лакшери начальная и комплектация on our автомобиль оснащен только одним вариантом двигателя атмосферник объемом 1 5 мощностью 113 лошадиных сил двигатель в этом автомобиле ведет свою родословную от моторов mitsubishi считается достаточно надежным и неприхотливым о чем говорит например прописаны в документах требования заправлять автомобиль бензином с октановым числом не менее 92 то есть если что как бы какая-то все равно экономичи дополнительные также вырисовывается салон и у 5 плюс щеголяет сидениями с интегрированным подголовником и развитыми валиками боковой поддержки мне понравились сразу сидения я имеют вот именно по форме я не знаю насколько будет проявлять себя материал именно отделки до кожзам но выглядит они в принципе знаете даже так спортивно достаточно вся информация у вас вынесена на два объединенных цифровых дисплея то есть соответственно цифровая приборная панель мультимедиа система размером 12 3 дюйма экран мультимедиа и 7 дюймовый экран цифровой приборной панели в принципе графика вполне себе подходящая у вас на выбор есть управление климатом через сенсорную панель либо через привычные физические кнопки давай убавим много места мы сейчас отодвинули правда сиденье до почти максимально но это я убираюсь с ростом 186 за интеграцию головного устройства со смартфонами отвечают пакеты apple carplay и китайская система карбит link мультируль оснащен блоками органов управления с шарообразными крутилками левый блок отвечает за работу бортового компьютера и головного медиа устройства оправой за телефон и акустику а вот управление круиз-контролем естественно этой функции оснащаются только версии с вариатором выведена на третий подрулевой рычажок что же касается технологической наполненности то здесь и 5 выглядит очень прилично все комплектации оснащены электромеханическим стояночным тормозом системы автохолд антиблокировочной системой электронной системы распределения тормозных усилий усилителем экстренного торможения системы сигнализации аварийного торможения антипробуксовочной системой системы курсовой устойчивости системой помощи при подъеме по склону и системы контроля давления в шинах кроме того топовые комплектации honor оснащена системы контроля слепых зон и системы контроля полосы а вот к и опять наличием таких помощников похвалиться не может и 5 плюс предлагает варианты с пятиступенчатой механикой в младшей комплектации luxury а также вариатором в обеих комплектациях luxury и honor сразу кстати хотел обратить внимание я упомянул об отличиях внешних комплектации luxury и комплектации honor на тесте как раз таки версия honor и слушайте достаточно симпатично мне кажется смотрится с этими дневными ходовыми огнями по отличиям комплектации honor которые на тесте как я уже сказал дневные ходовые огни сиденье с перфорацией люк вставки под карбон еще слушайте ну по первым ощущениям расположился удобно автохолд сразу наличие радует напомню 113 сил и 143 по моему крутящего атмосферник полтора литра сейчас за город как раз выйдем будет интересно как он на трассе себя ведет то что по городу в принципе я думаю ну при спокойном вождении при спокойном стиле вождения я думаю по городу то хватит кстати заметьте омывай когда так веером как на премиалках они вот это струйные да как раньше было по поводу подвески спереди макферсон сзади полу независимая подвеска с торсионной балкой опять же тоже что упрощает обслуживание автомобиля из точки а в точку б вас с достаточным уровнем комфорта довезет мне понравилось рулевое управление поскольку она и нелегкий и не тяжелый с другой стороны вот он как как надо мне нравится по настройке то есть чувствуется хорошо очень по остальным каким-то вещам кстати по круговому обзору до камера на 120 градусов на 180 приятная опция да и динамическая разметка у вас до камера подсвечивает соответственно перейдь камера спереди камера сзади засинхронены они с поворотниками все мы подключились все синхронизация успешно проведена я к тому что ничего в принципе сложного никаких затруднений в принципе не возникло с тем чтобы подключиться до музыку сразу попробуем это не мое подожди music beat music о нормально долгих межинтервальный замер 7 литров показывать сейчас такой в моменте 7 литров по трассе но в принципе на педальку давил автомобиль явно привлечет внимание таксомоторных компаний в особенности в комплектации лакшери лично познакомиться с автомобилем и пройти тест-драйв вы можете в салонах официального дилера байк луидор на московском шоссе и на улице ларина у нас на этом все спасибо за просмотр и увидимся до новых встреч